Ну, для меня это прям дно. Вечно оборачивалась, мне казалось, что следи за мной, мой папа, или молодой человек. Я прям ужасно себя чувствую, но я не могла на это не пустить, потому что мне очень хотелось еще. У меня это жидкость, которая может меня привести к чему угодно. Ну, скорее всего, к смерти. Субтитры создавал DimaTorzok Был гашиш. Мне тогда не курило в затяг, и у меня не почувствовало никакого эффекта. И я помню, как я сильно очень расстроилась, что я его не почувствовала. Потому что я очень стремилась к этому состоянию прийти. И у меня были знакомые, которые употребляли экстази, амфетамин, скорость. И я все пыталась с ними наладить какой-то коннект, чтобы попасть в их компанию, чтобы попробовать наркотик. Но у меня все. То не получалось поехать туда, то как-то не складывалось. Я думала, блин, может, судьба, что мне не стоит это делать. Но я эти мысли отбрасывала, потому что мне очень хотелось попробовать. Мне всегда, когда я пила алкоголь, у меня был момент, что я пила не ради расслабона или что-то такое. Я прям стремилась быстро напиться, чтобы почувствовать эту измененку. Вот мне больше всего нравилось это, и я прям пыталась как можно быстрее этого добиться. Моя история употребления началась лет с 14, наверное. Я впервые попробовал алкоголь. Потом постепенно я переключился на наркотики. Естественно, цели в жизни потерялись. Ценность жизни как таковой тоже потерялась. Наркотики я проупотреблял до 22 лет. Потом моим наркотиком выбора стал алкоголь непосредственно. С ним начались проблемы после 25. Начались детоксы, подшивки и так далее. Ну, в итоге я попал на реабилитацию. С этого начал самый путь выздоровления. Из наркотиков первый был гашиш, трава. Дальше был амфетамин и экстази. У тебя больше было именно алкоголя, да? Да, но я в принципе в амфетамине доходил до дна. Были и марафоны, и очень такие тяжелые последствия. Но в итоге просто понял, что я не смогу так дальше жить. Переключился с амфетамина на алкоголь и на курительные наркотики. Сколько ты пил в сутки? Доходило до литра. Литр крепкого? Да, крепкого алкоголя. Начиная с самого утра, естественно. Потому что в таком состоянии, в котором я просыпался, я просто не мог дальше существовать без употребления. Но у нарка ищет таланты. Ищем людей, которые хотят побороть проблему зависимости. И кто готов сняться в документальном фильме о наркомании. Ведем набор в Московский реабилитационный центр на социальной основе. Предложение ограничено. Связаться с нами вы можете через WhatsApp, номер которого указан на экране. Расскажите, кто сейчас живет. Как вот ваш быт выглядит сейчас? Мы сейчас совместно снимаем квартиру. Аня работает мастером маникюра. Я решил развиваться в сфере психологии. Поэтому сейчас, на данный момент, работаю в реабилитационном центре. Ну, раньше у меня были проблемы с алкоголем, с наркотиками. Я неоднократно проходил программу реабилитации. И в дальнейшем просто пришел к тому, что мое призвание помогать людям. Я вообще до реабилитации, у меня не было такого понятия, как анализировать. Я жила вот как пойдет. А сейчас? Сейчас анализирую каждый свой поступок. Да, конечно, я копался, глубоко копался в этом. Но в итоге я пришел к тому, что, ну, во-первых, изначально это были какие-то непроработанные обиды, непроработанные чувства. А в конечном итоге все это накапливалось и приводило меня к взрыву. Взрыв у меня заканчивался употреблением, потому что я, ну, не мог без этого. Эмоционально я не справлялся. Я сейчас работаю психологом-консультантом. Помогаю ребятам. Получил образование психолога, практического психолога и психолога-тренера. И сейчас развиваюсь дальше, учусь. Ну, собственно говоря, ходим на работу. Когда выпадают выходные, строю совместные планы. Нередко бывает, что у нас какие-то семейные мероприятия. Ну, расскажите свой день. Всегда по-разному. Когда это спортзал, когда мы выезжаем куда-то в город, гуляем, театры, кино и так далее. Мы купили вместе абонемент. Опять же, с целью проводить время вместе, полезно. Мы стараемся, да, как бы при возможности поехать, позаниматься спортом. Если нам куда-то хочется, там, выехать и так далее, обязательно пытаемся найти что-то интересное, что мы не видели еще, что мы еще не делали. Недавно добавился момент, что каждый вечер гуляем с пёселем обязательно. И обязательно атрибут каждого дня – это прийти его домой потискать, о нем позаботиться вместе. Это прям объединяющая штука. Часто встречаемся с родными, как с ее стороны, так и с моей стороны. Родители и близкие живут в разных частях города, поэтому приходится покататься. Давайте про собаку. Кто был инициатор? Она. Полгода подряд. Я очень много говорила, что нам нужна собака, что очень мне лично хочется собаку. Я прям очень долго стремилась к тому, чтобы мы завели еще одного члена семьи. Ну и еле как, но мы выбрали породу. Изначально мы хотели маленькую собачку, которую, в принципе, можно содержать без проблем в домашних условиях, в условиях квартиры. Но в конечном итоге, просмотрев все породы, узнав их характер и узнав, как они себя вообще ведут, мы пришли к тому, что хотим вот именно этого белого питомца. Лучший молодой человек? Это ссылка трет? Ну, изначально он был как бы молодым человеком, да, я с ним познакомилась, я не знала, что он употреблял. У него, его брат был барыгой, очень таким опытным, скажем так, очень давно этим занимался. Я помню моменты, что пока я с ним не жила, он постоянно мне говорил, что у него раз в месяц где-то происходит такая тема, что он остается наедине с собой. Но потом, через время, я поняла, что это были дни, когда он ночью напролет употреблял своим братом крэк. Он же, ну, пока им. Вот, и, собственно говоря, это был мой первый наркотик, который я попробовала вместе с ним, от которого я уже почувствовала эффект. Какой получается? Ну, там больше такое расслабление, размазало. Ну, и самое главное, на мой взгляд сейчас, что мне не хотелось ни о чем думать. Я просто втыкала, я там открывала какую-нибудь игру на реакцию на телефоне и втыкала, ничего не делала. Я помню, что даже я поставила видео какое-то, которое там шло час. Я не меняла видео вообще, оно шло час, потом повторялось, повторялось. Мне было интересно его смотреть, просто потому что я втыкала и ни о чем не думала. Минут 40, наверное, держала, потом отпускала, и я старалась выпросить еще. Это с учетом того, что этот наркотик, по сути, дал мне скорее пробовать его брат, чем он сам. Он вроде не хотел так. Брат его уговорил, и каждый раз, когда я хотела употребить еще, мне приходилось выпрашивать. Я прям ужасно себя чувствую, но я не могла на это не пойти, потому что мне очень хотелось еще. Были моменты, когда он спал, ну, а там сложно разбудить человека. Я воровала наркотик и шла употреблять в парадные, потому что домой я не могла пойти, потому что там был папа. Шла в парадные, ходила по дворам, употребляла. Были моменты, когда, да, да, я могла весь день ходить одна, и один раз я даже вышла в тонких капроновых колготках, потому что мне было лень переодеться. Я ходила весь день, ну, это часов 5-6, наверное, я ходила в этих тонких капроновых колготках. У меня были красные ноги, но под наркотиком я не чувствовала, что мне холодно вообще. У меня было все нормально, и я ходила, и мне главное было там поискать в сумках, вдруг что-то осталось, употребить еще. На последних стадиях я уже не работал, потому что был просто не в состоянии. Ну, у меня были какие-то запасы, и где-то там пытался подрабатывать. Опять же, долги. Я оформлял себе кредитные карты, то есть, ну, в принципе, этим уже. Что тебе давал в этот погоду? Я без него не мог. Что он давал? Да выход из всех ситуаций. Просто ничего не чувствовать, вот что он мне давал. Я не справлялся с теми состояниями, которые у меня были. Для меня малейшая проблема – это был повод для того, чтобы выпить. А были страхи, может быть, до сих пор есть в плане справиться, справиться с ответственностью? Ну, справимся в любом случае. Мы готовы брать на себя такую ответственность, поэтому я считаю, что это не проблема, и наоборот, это, опять же, помогает в развитии. Мы берем ответственность за такое существо, и это классно. Реабилитация способствует этому? Я думаю, что да, однозначно, да. Там мы научились брать ответственность, по крайней мере, за себя. Сейчас нужно брать уже за кого-то другого. В дальнейшем я рассчитываю на то, что это будут уже и дети. То есть, это такая ступень перед... Ну, возможно, да. Вообще, в первый раз мне соль даже не понравилась, меня от нее тошнить начало. Но что-то меня дернуло пробовать еще, скорее всего, просто потому что, ну, мы потом переехали в квартиру, у меня сначала там мама жила, потом она переехала к своему нынешнему мужу, и нам с молодым человеком разрешили там жить. И его брат попросился к нам пожить, потому что его искала полиция. И он тогда перешел сам на соль, и я изначально не хотела ее пробовать, зная, что это такое просто понаслышке. Но просто за неимением чего-то иного мне хотелось хоть что-нибудь употребить. Тем более, что они сидели там, употребляли на кухне, мне тоже хотелось всю эту движуху. И я ее употребила, мне не понравилось, но я все равно продолжила употреблять, потому что мне просто хотелось что-нибудь, чтобы от чего-то улететь. То есть, не отличается все? Ну, сначала нет, потом очень сильно. Потому что кокаин, он, ну, блин, ты сидишь размазанный, и все. Соль, ну, я не знаю, через пару дней употребления, а тем более, если это марафон в три дня какой-нибудь, это начинается. Панические атаки, баня преследования, шиза лютая. У меня не дошло до какой-то жести, потому что я не употребляла в таких количествах, потому что, как я говорила, я подворовывала. Я не успевала употребить в огромных количествах, чтобы у меня прям было офигеть стрёмные ситуации. Но уже развивалось, потому что были мани и преследования. Вот я когда по дворам шаталась, я вечно оборачивалась, мне казалось, что следи за мной мой папа или молодой человек. Мне все постоянно казалось, что за мной кто-то следит. Помнишь свою самую мерзкую историю под алкогольным номером? Ну, наверное, когда я ночью приперся к сестре в свою квартиру, и она открыла дверь, и я просто упал на пороге. Ну, для меня это прям дно. Она знала, что я пью, но она не ожидала, учитывая то, что она сидела с ребенком, она не ожидала, что я завалюсь в таком состоянии. Какие планы на будущее? То есть, что хочется? Хочется много чего, начиная с бытовых каких-то вопросов. Там, да, своя квартира, машина. Как-то визуализируете квартиру? Да, почему нет? Ну, бывает. Ну, желательно, это двухкомнатная где-нибудь в городе, в Питере, я имею в виду. Насчет машины. Я думаю, какой-нибудь изданчик для начала простенький, а там уже посмотрим. Для начала. Для начала, конечно. Я собираюсь учиться дальше. Я собираюсь стать профессионалом в своей области. Мне это интересно, и я хочу определенного развития в этом направлении. Профессионал в своей области, в чем это заключается? То есть, как ты это видишь? Я вижу это по результатам своей работы. То есть, выздоравливаешь? Я вижу ребят, которые остаются трезвыми, у которых меняется кардинальная жизнь, и это очень радует. Я вижу благодарных родителей, которые пишут на праздники, поздравляют. И это очень приятно. Это дорогого стоит. Ну, я, получается, соль употребляла в общем и целом полгода. Ну, с перерывами, что у меня папа сажал на домашний арест два раза на месяц. В общем и целом, вот полгода до реабилитации было. А все было очень просто. Употребление, поездка с закладкой, поиски денег. Набрали кучу микрозаймов. Один из них я только недавно выплатила, последний. Мне помог папа на реабилитации их выплатить. И вот один я оплачивала сама. И я не представляю, если бы у меня была до сих пор вот эта куча огромная. Потому что мы очень много их взяли. Потому что, естественно, ни я, ни он не работал. Родители, естественно, денег на это не давали. Ни в коем случае. Мы взяли очень много денег. И все вот эти вот серые будни были. Я даже помню, я стояла, разговаривала об этом с употребом, что мне надоело. Что одно и то же. Употребление, закладка, деньги. Употребление, закладка, деньги. Все. И ссоры. Самое главное по поводу реабилитации, что я дико благодарна своим родителям. Мне вообще 21 год. Я на реабилитацию попала в 19 уже. И больше всего я благодарна родителям своим за то, что они не дали мне прожить жизнь. О которой я вот слышала у многих других ребят. Что они употребляли по 10 лет, прожигали жизнь. Поэтому я очень рада, что меня вытащили вот через эти полгодика. Ну, год, если считать, с самого первого употребления. Что я в таком молодом возрасте смогла нормально жить. Что я не потеряла вот эти годы. Что у меня есть возможность начать с самого начала. С чем то, что я не успела даже ничего натворить сильно. Какая правная точка была, что ты решил обратиться за тем? Вы знаете, я очень долго к этому шел и всегда думал, что справлюсь сам. Но когда я понял, что я не в состоянии из этого выбраться, там мне уже помогла мама, которая в принципе и обратилась. Что для тебя сейчас я говорю? Для меня это жидкость, которая может меня привести к чему угодно. Ну, скорее всего, к смерти. Если раньше у меня были какие-то, возможно, тяговые чувства, там какой-то даже интерес это вызывало. То сейчас, я думаю, что больше отвращения вызывает. Ну, я не хочу туда. Я там все уже прошел. Ничего нового я там не увижу. У меня очень много моих близких ребят уже не на этом свете. Они ушли. Тебе сейчас нельзя никакого алкоголя? Нет. И всю жизнь нельзя будет? Да. А ты по этому поводу переживаешь? Никак нет. Есть соки, есть лимонады, есть куча разных напитков, которые мне можно и которые мне доставят больше удовольствия, чем алкоголь. Если сравнить те эмоции, которые вы получаете сейчас от своей жизни, от родителей, от клиентов, от совместной жизни, это может сравниться с наркотической? Нет. Сто процентов нет. Кажу за себя, это перечеркивает все наркотические опьянения и все алкогольные вот эти вот будни, скажем так. Поэтому для меня сейчас это совсем иные чувства и совсем другие эмоции. Ну, для меня просто это момент того, что те эмоции очень грязные. Даже если там было что-то, казалось бы, приятное, они очень грязные. Все эмоции, которые я получаю сейчас, они чистые и искренние. Они светлые. Что такое грязные эмоции? Ну, просто сам факт того, что ты берешь эти эмоции извне, не из себя, не из своего ресурса, а извне и из того, что потом тебе приносит один негатив, который приносит тебе, ну, действительно смерть, в конце концов. Ну, не это ли грязные эмоции? Вы знаете, я сейчас, ну, периодически встречаюсь со своей мамой, со своей сестрой, и меня очень радуют эмоции, которые я получаю от них. Я вижу улыбку матери, искреннюю улыбку матери. Я вижу, как радуется моя сестра, когда видит меня в трезвом состоянии. И поверьте мне, ну, я от наркотиков такого не получу. Редактор субтитров А.Семкин